добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем декорировать пасхальную корзинку подготовим корзиночку к пасхи и сделаем веточку магнолии а теперь давайте начинать для магнолии я буду использовать бумагу не белого цвета он слегка роза с розовым оттенком беру заготовку три на пять с половиной сантиметров складываю ее пополам и вырезаю форму лепестка в виде капельки заострен верхним краем и теперь я его буду тонировать тонирую я масляной пастелью розового цвета это цвет фуксии и тонирую я только нижний край лепесточка и тонирую с одной стороны затем лепесток слегка-слегка растягиваем посередине и тонированную часть я оставляю снаружи и подкручиваю лепесточки шпажкой с одной и с другой стороны и подкручиваю я их вовнутрь лепесток готов теперь подготовлю серединку для серединки я беру бумагу светло-зеленого цвета шириной 2 сантиметра произвольная длина хорошенечко и и растягиваю и нарезаю на мелкие 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 полосочки делаю таким образом так называемую бахрану и после чего я разворачиваю и отрезаю полоску где-то около 10 сантиметров для одного цветочка поэтому я беру изначально произвольную длину самой полоски салатового цвета и теперь уже приступаю к сборке собирать я буду на флористическую проволоку тоненькую и беру тоже небольшой кусочек отрез небольшой кусочек небольшой отрезок проволоки делаю на нем петельку и вклеиваю к бумаге наношу клей на полоску и сворачиваю и и таким образом у нас получается серединка я не претендую на реалистичность магнолий я делаю только лишь для декора поэтому она у меня может немного отличаться от настоящий и теперь собираю сам цветочек для цветочка мне понадобится 6 лепестков сначала я делаю так сказать бутон приклеиваю 3 лепесточка по кругу накладывая их один на один и таких и такие бутоны я буду использовать и в дальнейшем остальные 3 лепесточка нижний край я отгибаю и на него на отогнутый край наношу клей и подклеиваю к бутону подклеиваю лепестки между лепестками предыдущего ряда затем расправляют цветок отгибаю лепесточки и сам цветочек готов теперь сделаем чашелистики беру зеленую бумагу отрезком один сантиметр на два с половиной и вырезаю форму такую вот продолговатую мне понадобится три таких заготовки и я их тоже подклеиваю к цветочку я не тейпирую проволоку потому как буду собирать все в веточку и теперь собираю саму веточку беру проволоку по длине и она у меня тоже тоненькая и собираю я тейп-ленты сначала я прикручиваю два листика затем несколько бутонов первый бутон я прикручиваю практически рядышком с листиками затем опускаясь ниже сантиметры полтора-два сантиметра прикручиваю чередуя листики чередуя бутоны и заканчиваю одним цветочком цветочек выбираю небольшой это у меня будет огибать ручку моей корзинке два цветочка я оставляю для того чтобы их подклеить к самой корзинке теперь о самой корзинке это моя прошлогодняя корзинка я декорировала ее в прошлом году ссылочку оставлю на декор вас в описании я вкладываю такой вот чехольчик как сделать его я не делал к сожалению мне его подарили мне сделали для этой корзинки я ее вкладываю и начинаю декорировать свою веточку сначала прикладываю примеряю и приклеиваю ее на горячий клей горячий клей не очень хорошо клеит тейп ленту поэтому будьте внимательны потом я как говорила приклеиваю два цветочка располагаю их уже на самой корзинке мне очень нравится мимоза как выглядит в пасхальных работах поэтому я добавляю еще между цветочками магнолий несколько соцветий мимозы как ее сделать видео есть на моем канале ссылочку тоже оставлю в описании затем добавляю с одной стороны и с другой стороны ручки пластиковые веточки из зелени очень мне нравится насыщенный зеленый цвет как раз он у меня приблизительно в тон моих листиков которые я использовала у магнолии к веточкам зелени тоже добавляю мимозу с одной стороны и с другой стороны тут вклеиваю затем из хлопкового кружева делаю бантик складываю просто как бы тремя петельками фиксирую на горячий клей чтобы бантик не распадался и подклеиваю нижней части корзинки то есть там где у меня заканчивается приклеенная магнолия приклеила свой бантик и добавляю 32 перепелиных яйца они у меня пластиковые сейчас большое разнообразие пасхального декора в магазинах я их покрасила в желтый цвет и добавляю к качестве декора на этом моя корзинка готова если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока пока